Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуй. Ну и, конечно же, не сюрприз, разговор пойдет прежде всего о выборах, о результатах выборах. Закончились выборы 21 КНЕСС, 21 КНЕСС из Израиля. И, в общем, мы можем уже подвести итоги, хотя не все еще закрыто, и об этом мы сейчас тоже поговорим. Ну, во-первых, немножко статистики. Этот КНЕСС стал самым обновленным КНЕССом, начиная с самого первого. То есть, понятно, что самый первый КНЕСС, все были избраны первый раз. Но затем, как вы понимаете, какое-то количество, каждый раз парламентариев избиралось заново, какие-то уходили, приходили новые. Но вот в этот раз было переизбрано, то есть, пришло в КНЕСС 49 новых депутатов. То есть, 40% КНЕССа обновилось. И это рекорд КНЕССа по сравнению, так сказать, со всеми предыдущими 20 КНЕССами. Теперь в этом КНЕССе 20% женщин. Ну, сейчас очень модно выискивать, вычислять этот параметр. 29 женщин в КНЕССе. Честно вам скажу, мне кажется, что бывали КНЕССы, где женщин было больше. То есть, в данном случае Израиль, у которого уже в свое время была премьер-министр женщина, когда это еще было совсем не принято в других западных странах. У нас нет этой проблемы, о которой сейчас так любят говорить. Проблемы того, что, так сказать, женщинам не везде дорога, и женщинам нужно как-то пробиваться. И в этом смысле этот КНЕСС тоже, видимо, не стал каким-то рекордным. То есть, у нас представительство женщин в КНЕССе есть. В этот раз даже, на мой взгляд, меньше, чем в предыдущие разы. Ну, и когда мы говорим о том, из каких профессий пришли наши новые парламентарии, обычно кто у нас парламентарий? Это бывшие адвокаты, бывшие, ну, или не бывшие, так сказать, адвокаты, которые стали депутатами. Кто еще приходит на депутатские места? Так сказать, люди, которые занимаются каким-то управлением, чиновники. Ну, и, конечно, военные. Так вот, в этом КНЕССе у нас рекорд по количеству генерал-майоров. То есть, если переводить генерал-майор, как это принято в американской, допустим, в израильской системе, то есть это высший генерал до самого главного. Вот в Израиле, так сказать, есть генерал, который возглавляет армию, а под ним есть, соответственно, генералы на один ранг меньше, и их у нас тут набралось аж девять штук. На самом деле из этих девяти есть еще трое, которые были самыми высшими генералами. Это все представители вот партии белоголубых, партии, которая пыталась оспорить у Натаньяо первенства. Так или иначе, выходит, что самой распространенной, как это незабавно, профессии, бывшей профессии депутатов, у нас стала военная профессия, генеральская профессия. Генералов у нас в этом КНЕССе достаточно. Вот. Убедительная победа Ликуда, который стал самой большой фракцией в КНЕССе, 36 мандатов. На самом деле даже на один больше, на один меньше, потому что там Натаньяо в свое время как бы предоставил одно место в будущем КНЕССе внутри своей партии для другой партии. Это ужасно необычный такой шаг, но об этом тоже чуть позже поговорим. Но в общем как бы 36 мандатов, из них 35 ликудных. И это у главных оппонентов Натаньяо, у белоголубых на один мандат меньше. И это в общем как бы подтверждает только общую победу правого лагеря, который получил на 10 мандатов больше, чем левый лагерь. В итоге расклад 65 в правом блоке, 55 голосов в левом блоке. И таким образом Натаньяо идет создавать свое пятое правительство. В июле этого года по общему количеству времени, которое Натаньяо был премьер-министром Израиля, он обойдет самого как бы долго работавшего премьер-министром израильского политика Бен-Гуриона. Это легендарный Бен-Гурион, основатель государства Израиль, который тоже с перерывами, но в целом как бы занимал достаточно долго свой пост. Надо сказать, что по длительности Натаньяо уже его обошел. То есть 10 лет подряд Натаньяо премьер-министр, последняя как бы его вторая каденция, которая длится уже 10-й год. И в этом смысле он уже обошел Бен-Гуриона, но по общему количеству времени пока, что до июля еще Бен-Гурион будет первым, а затем уже Натаньяо его обойдет и в этом параметре тоже. Итак, я сказал, что это убедительная победа Ликуда, но в первую очередь это безусловно убедительная победа самого Натаньяо. По сути дела, он получил четкое недвусмысленное подтверждение того, что народ ему доверяет. После всех лет, когда на него выливались тонны клеветы и обвинений, когда его уже в открытую накануне выборов обвиняли в том, что он предатель, что его оппозиция, его конкуренты говорили, что он предатель, открыли против него, мы помним, пять дел, одно страшнее другого. Все они были, мы говорили об этом, высосаны из пальца, но все это нагнеталось, его называли коррумпированным и взяточником, и все журналисты, точно так, как у вас в Америке. Собственно, вот сейчас в Америке это все очень похоже и понятно, и когда вы слышите, что говорит ваша майнстримная пресса о Трампе, в общем, вы как бы в той же самой лодке находитесь. Так вот, после всего этого народ дал партии Натаньяу максимальное число мандатов больше, чем какой-либо другой партии, таким образом, это своего рода как бы был вотом доверия Натаньяу. И здесь надо понимать, что, в общем, эта победа, она не была автоматическая, она не пришла легко. В самый последний момент, буквально в последние часы перед окончанием голосования, Натаньяу обращался к народу и призывал его голосовать за Ликуд, обращался через голову всего своего аппарата политического. Собственно, все эти выборы, было очень четко видно, что за Ликуд работал, по сути дела, Натаньяу и немножко активистов на местах. То есть он работал через головы своих министров, часть из которых, в общем, не просто так практически проигнорировал эти выборы и не участвовал ни в какой избирательной работе. Для многих лидеров Ликуда проигрыш Ликуда означал бы неизбежный уход Натаньяу из политической жизни и, значит, освобождалось бы место, за которое они могли бы начать воевать. И, к сожалению, это было очень заметно в отношении некоторых из лидеров ликудовского истеблишмента, что, в общем, они настолько очевидно не стараются помочь своей партии выиграть эти выборы, что было с ними все ясно. И через голову партийных, как бы, руководителей городских штабов, которые, в общем, тоже больше думали о том, куда им приспособить выделенный для выборов бюджет и что с ним сделать, и как, так сказать, пригреть каких-то своих людей, нежели действительно сделать какую-то реальную работу. И через голову даже активистов ликудовских, которые, и мне это было видно, просто насколько вяло и насколько неактивно во многих местах, в большинстве мест шла эта, так сказать, борьба. Натаньяо просто через, вот точно так же, как Трамп, через социальные сети. Потому что на мейнстримных СМИ ему просто закрывали, наглую, откровенно закрывали все ходы. То есть тот момент, когда его конкуренты выступали, давали интервью, интервью такие, знаете, вылизываемые, когда журналисты чуть ли не... Разве что не вылизывали этих самых Лапида и Ганса, и Натаньяо на другом канале, ему закрывали это интервью под избирательный комитет, судьи, представители богатства, которые как бы отвечали за законность проведения выборов, закрывали и говорили, что это предвыборная пропаганда. Почему тут предвыборная, а там не предвыборная? А вот так, потому что мы так хотим. И мейнстримные СМИ почти откровенно, левые, работали на нарушение всех правил, нарушение всех норм, которые были приняты, работали против Натаньяо. Натаньяо был фактически один, обращался к народу, ну и, конечно, было несколько, буквально несколько каналов, точно так же, вот как у вас в Америке, у Трампа было несколько рупоров, все равно у вас там был Fox News, наверное, да, и еще какие-то, может быть, вы назовете. У нас здесь был тоже 20-й канал, который больше даже, он есть на телевизоре, но он больше через сеть идет, и были социальные сети, где Натаньяо обращался к людям. И вот через головы всего эстеблишмента, всего партийного аппарата он вел свою предвыборную кампанию, фактически свою личную, это была битва его жизни, и он победил. И это, безусловно, говорит и о том, насколько этот политик действительно отличается по уровню, по калибру своему от всего остального, что есть в израильской политической жизни. И насколько действительно народ при всем, при всей своей критике, при всем недовольстве, при вечном ворчании, ему оказывает этот кредит доверия. Потому что вот даже, мы помним, мы говорили об этом, в Газе все кипит, и Хамас обстреливал окрестные районы непрерывно перед выборами. И народ кипел от возмущения, сети социальные буквально раскалились, как до бела, и народ кричал, этот Натаньяо, он ничего не делает. Вот мы, я помню, объяснял вам, что на самом деле он делает, он пытается минимизировать потери, потому что нет на самом деле сейчас решительного решения. Нет возможности прийти в Газу, все там зачистить и остаться там, не хочет этого народа. И поэтому Натаньяо остается только вот такое вот очень узкое пространство маневров, в котором он пытается минимизировать потери. И вот, казалось бы, все эти поселения вокруг, на юге страны, вокруг Газы, которые под этими обстрелами постоянными, они должны были, как многие думали, проголосовать против Натаньяо, потому что ведь он же их, по сути дела, подвел, он не сделал для них ничего. И они, тем не менее, в большинстве случаев проголосовали за него. И левые сейчас возмущаются, и, как это у них принято, конечно, поливают грязью этих людей и кричат, вот, пусть их дальше обстреливает Хамас, раз они такие. Ну, мы же понимаем, так сказать, с логикой и с нравственностью левых всегда проблемы, но факт остается фактом. Жители от южных поселков, которые находились под обстрелами ракет, они, да, выбрали Натаньяо, потому что они понимают, то есть они понимают, что он делает и что он делает правильно. Еще один интересный момент. В этот раз Ликут заработал на выборах свои 36 мандатов, это больше миллиона человек. И это впервые в истории Израиля, когда какая-то партия получает голоса миллионов человек. Я понимаю, что для Америки с ее масштабами миллион туда, миллион сюда, это не так важно. У нас страна, как бы, до сих пор была маленькая. Последние 10 лет много что изменилось, и мы уже приближаемся к 10-миллионному населению страны. И уже стали, опять же, благодаря тому же Натаньяо, страной, которая является фактором региональным. И мы уже не просто маленькая страна, которую никто не замечает. И тем не менее, все-таки, вот впервые в истории партия собрала так много мандатов. Ликут набрал больше миллиона человек, чуть меньше набрал вот его главный конкурент. Партия Белоголубых, партия Ганса и Лапида. Так, как я сказал уже, Натаньяо сумел построить, сумел победить и будет собирать свое пятое правительство. Первое было в 96-м году, потом вот он в 99-м проиграл, и в 2009-м он вернулся. И с 2009-го года он остается премьер-министром Израиля. Эта победа, как я уже сказал, далась очень нелегко, потому что в общих чертах, как у нас это работает? У нас же не президент, у нас премьер-министр. То есть, проходят выборы, разные партии получают разное представительство в Кнессити. И затем есть президент. Президент у нас вроде королевы, то есть, ему оказывается много почестей, но, в общем, формальных полномочий у него очень мало. Но одной из полномочий, к нему приходят главы всех партий, он их спрашивает, кого вы хотите рекомендовать на пост того, кто будет собирать коалицию. И затем он предоставляет тому, кому больше всего оказали разные главы партий доверия, тот пытается собрать коалицию. И теоретически опасность была в том, что если бы у белоголубых был бы даже хотя бы на один мандат больше голосов получено, чем у Ликуда, то, несмотря на то, что у Ликуда совершенно очевидно было бы больше шансов собрать коалицию, президент, который не симпатизирует с Натаньяо, совершенно откровенно, хотя, в общем, Ривлин тоже из партии Ликуда, но с Натаньяо у них давняя вражда. И, в общем, я думаю, именно на фоне того, что Натаньяо понимает, что нужно для Израиля, что правильно, а Ривлин все-таки мыслит какими-то очень устаревшими категориями. Так или иначе, могла случиться ситуация, что Ривлин предоставил бы возможность именно Гансу и Лапиду собирать коалицию. И они бы, конечно, взяли бы к себе левых и имели бы арабскую поддержку автоматически, даже пусть снаружи, не внутри коалиции. И вполне возможно, что несколько партий оппортунистических, то есть не идеологических, это и партия Либермана, и партия Кохлона, и религиозные партии, ультратадоксальные партии, они могли бы пойти в это правительство, и Ганс мог бы создать правительство без Натаньяо. И поэтому было очень важно, чтобы Ликуд, если даже не получит больше, чем Ганс и Лапид, то хотя бы, чтобы разница была небольшой. И это понимали с обоих сторон. Поэтому в последние дни перед выборами вся левая пресса стала работать на то, чтобы переманить все голоса, всего левого блока в одну кучу, вот на эту самую, в эту партию, в пользу этой партии Белоголубых. В итоге что произошло? Партия Белоголубых получила, как я уже сказал, 35 мандатов. На остальные партии левого блока, то есть на традиционные партии левого блока, на партию Труда и на партию Мерец, осталось всего в итоге 10 голосов. 6 голосов получила партия Труда и 4 голоса партия Мерец. Теперь, возможно, я не хочу удаляться слишком глубоко в нашу историю, но надо понимать, что партия Труда это исторически та самая партия, которая создавала государство, партия Бенгульона, которая в иные времена имела одна большинство в Кнессете. И вот она сжалась до размеров 6 мандатов, то есть 1,20, части, нет, не 20, сколько там получается, 120 на 6, да, 20. Части от Кнессета, и такого еще никогда не было там. То есть весь левый лагерь был высосан внутрь в пользу партии Белоголубых. И у Натаньяо, по сути дела, не оставалось выбора. До этого он еще как-то, в общем, хотел, чтобы был отдельный Ликут, ну и какие-то правые партии. И опасность была в том, что если он начнет использовать свою харизму и свое, как бы, влияние на людей, призывать людей голосовать только за Ликут, то маленькие правые партии могут получить меньше голосов, чем электоральный барьер. И получив меньше, чем электоральный барьер, они просто провалятся. И это все перекрасит всю картину. То есть достаточно, чтобы было несколько правых партий, не прошло бы. И в итоге правый глоб бы мог получить меньше, чем левый глоб. И тогда бы, в общем, уже ничего не помогло. И поэтому, с одной стороны, он хотел призвать к себе избирателей, с другой стороны, он боялся, что, призвав слишком много, он обрушит партии правого блока. На самом деле, опять же, понимая, что к этому все придет, он заранее умолял буквально правые маленькие партии идти вместе. И вот мы помним, мы об этом говорили тоже. Был момент, когда правых партий было штук шесть или семь. Раз. Правые, еще более правые, еще более-более-более правые. И такие правые, которые правые с этими не разговаривают, и самые-самые правые. И Натаниал им говорил, ребята, вы просто все убьетесь, вы все погибнете, вы все не пройдете 4-процентный электоральный барьер. И в итоге все погибнет. То есть мы проиграем все. И он, как воспитательница в детском садике, три этих партии сумел уломать, и они сели вместе. Что это ему стоило? Это стоило ему того, что он пообещал, что представитель одной из этих партий, самый капризный, он возьмет одного человека как бы в свой список. То есть помимо того, что заработают они, они еще получат один мандат от Ликуда. Так оно и случилось. 28-е место в Ликуде. Это представитель партии, как они называются, единства права. И вот так вот три партии он как бы вместе собрал, но было еще две партии, которые шли отдельно. Был Фейглин, у которого своя собственная концепция, и, конечно, ему очень трудно было действительно, по определению, это партия совершенно другого типа. Она не могла ни с кем блокироваться, не хотела ни с кем блокироваться, и было понятно, что они идут отдельно. И была партия «Новые и правые». Это партия Беннета и Шакетт. Двух очень ярких министров, которые были в правительстве Натаньяу сейчас. И они пошли все отдельно. Не понимая, что, в общем, они все на одном и том же электорате. Это все одни и те же люди, за которых они как бы дрались с Ликудом. Но у них не было этой харизмы Натаньяу. И когда Натаньяу, спасая ситуацию, в последние часы буквально призвал голосовать за себя, то это привело к тому, что партия «Новых правых», партия Беннета и Шакетт просто не прошла. Вот случилось то, о чем предупреждал Натаньяу. Это как бы ужасно грустно. И Зоут, кстати, тоже не прошла. Но у партии Зоута, у партии Маши Феглина, там как бы им не хватило достаточно серьезное количество голосов. То есть, опять же, опросы все, они абсолютно нерелевантны. Опросы говорили, что партия Зоут станет неожиданностью. Это партия, которая не имела представительства в Кнессете, и ей сулили буквально чуть ли не семь мандатов, чтобы для Израиля, в общем, очень серьезно. И в итоге они не дотянули даже до четырех. И не прошли. И все голоса, отданные за них, были просто выброшены в помой. Но партия новых правок, партия Беннета и Шакетт, двух действующих министров, еще прекрасная Кэролин Глик, которая там была на шестом месте. То есть, это действительно блестящая звездная команда. Никто не сомневался, что они обязательно пройдут, кроме Натаньяу, который понимал, что кончится все тем, что они просто прилетят. Потому что один и тот же электорат. И люди уйдут к нему, потому что они верят ему больше, чем им. И в ответственный момент так оно случилось. И им буквально не хватает какой-то тысячи голосов. То есть, вот на сегодняшний момент они не прошли. Им не хватает, им нужно было набрать, условно говоря, 130 тысяч, а им не хватает 1300. То есть, каких-то даже, это даже не процент, это доли процентов, десятые доли процента, которые им не хватает для того, чтобы войти в КНЕС, получить вот эту самую планку в 4 процента. И сейчас они до среды намерены подать апелляцию, потребовать как-то, так сказать, пересчитать голоса какие-то, потому что там действительно при подсчете голосов были странности. Эти странности, это отдельная история. Как так могло произойти? Например, есть поселение Итамар, поселение, в котором живут только евреи. Арабов там нет, ни одного. Поселение небольшое совсем, все друг друга знают. И в этом поселении вдруг несколько десятков голосов отданы за радикальную арабскую партию. Может это такое быть? Да нет, конечно, не может быть. Это чисто правое поселение. То есть, там и за левых-то никто голосовать не будет. Но, может быть, кто-то мог специально для шутки положить левый бюллетень. Но десятки голосов, отданных за арабскую партию, в поселении Итамар, и надо знать, кто такие жители Итамары. Жители Итамары, которые на территорию своего поселения не пускают ни евреев. То есть, вот если приезжает араб какой-то, они ему говорят, извини, ты не въезжаешь в наш поселок, потому что, я знаю, это звучит не очень красиво, да, это реально. И расизм такой. Но вот они говорят, у нас еврейская работа, мы стараемся все делать сами. Мы не хотим арабскую работу, мы делаем все сами, спасибо, не надо. Мы даже не хотим, чтобы нам водители какие-то заезжали, арабы. И вот в этом поселке, чтобы кто-то проголосовал за арабскую партию, это не может быть. Это явная какая-то фальсификация или какой-то сбой при заносе данных. И таких моментов еще много. Например, в каком-то очень ортодоксально-религиозном квартале, где всегда все голосуют за религиозно-ортодоксальные партии, и вдруг 98% проголосовало за партию Труда, за левую социалистическую партию Труда. Ну как так может быть? Да не может быть такого. Это какие-то, в лучшем случае, это когда заносили данные в компьютер, центральный, кто-то сбился и не ту строчку внюх. В худшем случае, это откровенные фальсификации. Таких моментов много. И это означает, что может действительно есть шанс у партии Беннета и Шакет наскрести вот эту недостающую им какую-то тысячу голосов из... сколько там получилось? Три миллиона проголосовало, два с половиной миллиона проголосовало людей. Наскрести тысячу голосов, которым не хватает. Получится у них, не получится. Если получится, это будет, конечно, очень здорово. Это очень сильно укрепит правый лагерь. Не получится. Будет очень обидно, и мы не увидим этих блестящих политиков. Шакет, которая боролась практически в одиночку, билась против Верховного суда, против беспредела судейской олигархии, судейской мафии. И вот действительно, на самом деле, трудно поверить в такие совпадения. Партия, во главе которой стоит человек, который четыре года практически, будучи министром юстиции, бился с Верховным судом. Бился за то, чтобы он стал более демократичным, чтобы там было больше консервативных судей. Как просто гадючий клубок-гадюк. Как они шипели на этот Шакет. Чтобы они пытались против него что-то сделать, никак к ней не зацепиться. То есть понятно, что любого мужчину, они давно бы уже нашли бы какую-нибудь девицу, которая заявила бы, что он ее изнасиловал. Шакет девушка, молодая, красивая, замужняя. Но никак к ней было не подступиться, никак было не подъехать. И вот в последний момент судья, представитель этого самого Верховного суда, он отвечает за пересчет голосов. И когда уже становится понятно, что они проходят, вдруг какой-то сбой в системе. И говорит, ой, извините, что-то мы тут забыли внести несколько десятков тысяч голосов, вносят. И в итоге Беннету и Шакет не хватает тысячи голосов. Совпадение? Может быть, совпадение. А может, и не совпадение. Но кто теперь сейчас может... Кто теперь сейчас может что-то сделать? Значит, в итоге все равно победа. Победа, но горькая победа. Без Фейглина, без Беннет и без Шакет. Победа, в которой у правого блока с одной стороны отрыв от левого блока в 10 мандатов, с другой стороны все теперь решают голоса партии Либермана, который, кстати, прошел. У него пять голосов. То есть без него у правого блока 60, с ним 65, а нужно 61. Без него никак. И вот это без него никак, это очень опасная ситуация, потому что он, конечно, попытается сейчас выкрутить руки Натаньяу добиться чего-то такого от него, чего, так сказать, понимая, что он на конец. С другой стороны, конечно, там, где начинается чисто политическая борьба, там Натаньяу как рыба в воде. И у него, в общем, есть варианты для маневра. То есть с одной стороны он может стать чисто правой коалицией, если Либерман не будет слишком, так сказать, выпендриваться и задирать цену, то будет коалиция в 65 голосов, которая достаточно устойчива. С другой стороны, если начинают маленькие партии, а получается, что как бы все партии нужны, потому что ни одна, как бы нельзя сделать, нельзя собрать коалицию, если не все партии будут в этом участвовать правами. Так вот, но тем не менее у Натаньяу есть возможность, например, сейчас раздербанить блок Белоголубых. Этот общий список, который был собран, в общем, по одному принципу, против Натаньяу. Публика там самая разная, с самыми разными интересами. И мы знаем уже из истории, как бы из политической, израильской, что когда собирается такая толпа, в общем, людей без особой идеологии, которые только пришли в КНЕС, и ничего еще особенно не понимают, развести их и вытащить какую-то часть, переманить их на другой лагерь. Были такие ситуации, и Натаньяу может и такой тоже вариант обработать. Посмотрим. В этом смысле, конечно, надо просто посидеть и подождать, запастись, как говорится, попкорном, и посмотреть, как Натаньяу будет перетасовывать эту ситуацию. Ну и, в общем, у нас до рекламной паузы осталось несколько минут. Несколько слов еще о партии Белоголубых, вот этой самой конкуренты Натаньяу, которые так хотели победить, так хотели. Что, в общем, что можно о них сказать? Как они были нелепыми клоунами, так они, в общем, и остались. Когда были оглашены предварительные результаты, не реальные еще, а вот только так называемый exit pool, то есть когда устанавливается большое количество возле избирательных участков дополнительных урн, и людей просят проголосовать точно так же, как они проголосовали на самом деле. И потом эту информацию собирают, и еще до того, как подсчитаны настоящие голоса, говорят, вот по этим данным у нас вот такой расклад. И он должен, по идее, быть достаточно точным. По этим данным стало понятно, что у Белоголубых есть маленькое преимущество. И Ганс, этот нелепый клоун, он уже успел приехать в штаб своей партии и заявить о том, что они победили, и что он станет премьер-министром для всех. И он уже, они там четверо все собрались, все вот, когда четверка, которая противостояла Натаньяу, там же три партии слиты вместе. И вот они как-то попрыгивали, танцевали, обнявшись на сцене, и он был ровно полчаса этим самым премьер-министром, ну, в своих собственных мыслях, потому что через полчаса стало ясно, что реальные данные совершенно иные, и что премьер-министром будет не он, а Натаньяу. При этом, как я уже сказал, это партия Белоголубых, которая, в общем, без всякой идеологии, без всякого смысла, на одной только ненависти к Натаньяу, то есть главный лозунг, единственный лозунг, только не Натаньяу, она умудрилась уничтожить практически лагерь традиционных хлеб. От партии Труда, от партии Мерец осталось буквально 10 голосов на двоих, при том, что, как я уже говорил раньше, им хватало для того, чтобы собрать коалицию вдвоем. И если так посмотреть, получается, что в этот раз еврейское население Израиля, если убрать арабов, на 92% проголосовало за правых, то есть либо за реально правые партии, либо за партию Белоголубых, которые тоже пытались убедить всех, что они тоже правые. То есть в Израиле сейчас ситуация такова, что говорить о том, что ты левый, просто неприлично, как бы ты на этом немного не заработаешь, ничего, 8-9% евреев проголосовали за партии, которые честно говорили, мы левые, мы за то, чтобы уступить арабам, мы за то, чтобы сделать социалистическую экономику. Либо остальные голосовали, либо за партии, которые действительно выступают за свободный рынок и за минимальное количество уступок арабам, если вообще делать, либо за тех, которые пытались делать вид, что они такие, то есть за Белоголубые. В этом смысле, конечно, очень интересный момент. В Израиле после всех вот этих вот попыток заставить Израиль пойти на уступ, и после всех этих попыток мира в обмен на территории и прочей ерунды, и ракет, которые мы получали в ответ, 8-9% евреев только готовы голосовать за левых, остальные голосуют за правых, или, так сказать, если их умели убедить, какие-то левые, что они тоже правы. Ну, посмотрим, как оно будет складываться дальше. Теперь, в общем, все в руках Натанияу. Натанияу – большой мастер по складыванию коалиции. Я думаю, что он этот пазл сложит. Ну, а мы будем следить и по мере развития событий. Кстати, я буду вас этими новостями снабжать и обсуждать. Мы будем их и комментировать. Спасибо, Александр. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и обязательно продолжим. Субтитры сделал DimaTorzok